Каждому из нас известно это понятие «дорога к храму». Для каждого это путь очень разный, взрослые особенно. Детки, может быть, еще не вполне сталкивались с таким явлением, как поиск веры, поиск опоры в жизни духовной. Но так или иначе, каждый человек в своей жизни, большинство, по крайней мере, людей, проходит этот путь. Каждая выставка в Щелковском историко-художественном музее, а теперь еще и в выставочном зале галерея, это десятки тематических экскурсий, в том числе благотворительных. Постоянными участниками последних являются подопечные Центра помощи семье и детям «Доверие». В этот раз ребят, их родителей, законных представителей и педагогов, компанию которым составили щелковские молодогвардейцы, ждал рассказ о выставке под названием «Дорога к храму». В экспозиции более 40 живописных и графических работ из фондов музея и частных коллекций. Произведения Германа Безукладникова и Ирины Воробьевой, Владимира Сундукова и Дарьи Обросовой, Александра Беглова и Василия Рыкунова, народных художников Владимира Самарина и Михаила Абакумова, печатная графика Алишера Питкова и Марины Лазаревой, других мастеров. На протяжении веков тема духовного поиска привлекала художников. На создание шедевров вдохновляли библейские сюжеты и жизнеописания христианских святых, архитектура и убранство храмов и монастырей русской земли. На выставке можно было встретить знакомые места и знакомые лица. Гребнево, усадьба Гребнево находится в нашем Щелковском районе. Здесь мы видим, как она выглядела в XIX веке. Естественно, без храма не обходилось никакая ни усадьба, ни город. Многие в Щелкове помнят священника Александра Семенова. Это он на полотне Германа Безукладникова. В 90-е годы первый настоятель и вдохновитель возрождения храма Святой Троицы на Пролетарском проспекте. Возможно, не все ребята смогли понять смысл некоторых сложных и глубоких произведений, но каждый наверняка нашел для себя что-то в этой атмосфере творчества и духовности, которую создавала выставка «Дорога к храму». Некоторые фотографировали на память. Значит, есть интерес к историческому и духовному наследию России. Здесь мы часто гости с детьми, родителями. Посещаем мы с удовольствием. Взаимодействие у нас очень хорошо налажено. Здесь и дети с инвалидностью с УВЗ, и дети статусные, которые находятся под опекой, и дети из обычной семьи многодетных, малоимущих, дети военных здесь у нас есть тоже. Мы посещаем семейный центр Щелково, центр доверия, чему очень рады, собственно, потому что благодаря этому центру наши дети, а дети у нас разные, разных возрастов, разных интересов, наши дети посещают на благотворительной основе всевозможные музеи. Сегодняшняя прекрасная встреча, посмотрели много интересных картин, много узнали. Подобные культпоходы очень важны для социализации и адаптации детей из доверия, говорят педагоги. В планах уже посещение следующей благотворительной экскурсии по приглашению историко-художественного музея. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...